Энтони Джошуа может пойти по пути Мухаммеда Али, так планирует его промоутер Эдди Хирн. Он уже заявил, что договорился о поединке Эй-Джея на территории Демократической Республики Конго, где в 1974 году состоялся исторический бой. Али с Джорджем Форманом, грохот в джунглях. Возможно, грохот в джунглях – самая знаменитая локация и события в истории. Правительства этой страны стремятся возродить тот самый стадион, и для Энтони Джошуа помочь им карьерные долг. Посмотрите на резюме моего бойца. Он уже дрался в Великобритании, Мэдисон-Сквейр-Гарден, Саудовской Аравии. Добавим к ним Африку, Китай и Дальний Восток. Можно заработать статус международной звезды. Энтони это не интересует, однако он хочет творить историю. Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь перед следующим боем. Команда мечты вернулись к работе, написал диетолог Джеймс Локвуд, который вошел в команду Головкина весной 2019 года. До этого сотрудничал с Конором Макгрегором. На фото вместе с Локвудом и Головкином также попал тренер Джонатан Бэнкс и казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов, чьи интересы представляет трипл-ж промоушен. Сауль Альварес решил не встречаться в следующем бою с японцем Рио Тумуратой. Об этом сообщает мексиканская редакция ESPN. По сведениям источников, если такой бой и состоится, то не 2 мая. Именно на эту дату у мексиканца запланировано следующее выступление. Теперь основным претендентом на бой с Аулем является чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс и чемпион WBA Супер Калун Смит. Ранее промоутер Альвареса Оскар Делла Хоя намекал, что его клиенту будет сложно вернуться в среднюю весовую категорию. Также функционер намекал, что Сондерс не главный претендент на бой с Аулем. Президент WBC Мауриуси Сулейман подтвердил в своем инстаграме ранее ходившие слухи о том, что команда Люка Кэмпбелла и Хавьеры Фортуны договорились об условиях боя за вакантный титул в легком весе, оставленный в ноябре Дэвином Хэйни. Как уже сообщил обзрыватель Майк Копиджер, поединок вероятно состоится в конце марта или начале апреля. Эдди Хирн и Самсон Боксинг подтвердили информацию о том, что они достигли соглашения по бою за вакантный титул WBC в легком весе между Люком Кэмпбеллом и Хавьером Фортуной. Промоутерские торги были отменены в матч-румбоксинг. Британский боксер Ильям Уильямс, являющийся чемпионом в среднем весе по версии WBO International, вызвал на бой сразу нескольких чемпионов мира в своем дивизионе. Уильямс предложил подраться Дмитрусу Андрейду, Геннадию Головкину, Джерналу Чарла и Крису Юбингу Матшему. Так, что происходит? Никто не хочет стряхнуть пыль. Андрейд, Головкин, Юбинг и Чарла. Вы кучи подонков. Хватит собирать вишенки. Обладатель титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес рассуждает о том, когда состоится поединок за звание абсолютного чемпиона против шотландца Джоша Тейлора. 1 февраля Рамирес должен был провести обязательную защиту пояса WBC против Виктора Постола. Однако теперь бой отложен. Кроме этого у Хосе есть обязательства и по линии WBO против Джека Каттерала. Обязательных претендентов мне назначили еще до того, как Тейлор подписал контракт с топ рэнк. Если бы все зависело от меня, я бы предпочел драться с Джошем Тейлором сразу после Постола. Однако у Джоша есть свои обязательства. Так что вероятно я проведу две защиты подряд, а затем выйду с ним на обвинительный бой. Зависит от того, сколько на это будет времени. Я хочу оставаться активным. Казахстанский боксер-средневес Мирим Нурсултанов вместе с Мадьяром Ашкеевым и Аблаханом Хусаиновым продолжает процесс подготовки к следующему бою. В своем инстаграме Мирим опубликовал видеоролик о тренировочных буднях в США. На нем боксеры выполняют оригинальные упражнения на работу ног и концентрацию, а также работают на тренажерах. Сроки возвращения казахстанцев на ринг пока неизвестны. Ирландский проспект по улегкого веса Майкл Колнан сообщил в своем инстаграме, что в ближайшее время станет известно о его следующем бое. Колнан также намекнул, что поединок пройдет в рамках вечер бокса топ-рэнк в Нью-Йорке. Вполне вероятно, что ирландец выступит в андеркарте первой защитой титула чемпиона WBO Шакура Стивенсона, который 14 марта на арене Мэдисон-Сквер-Гарден встретится с колумбийцем Мигель Морягой. Майки Гарсия рассказал о своем отношении к смешанным боевым искусствам и заверовал, что могут принять участие в поединке по правилам ММА. Боксер также отметил, что не очень следит за миром ММА и не готов рассказать о нынешних бойцах. Я бы мог выступить в октагоне, но только если бы это был настоящий поединок, я бы старался конкурировать с бойцами ММА по-настоящему. Когда такие бойцы пытаются стать боксерами, это одно дело, но то, что сделали Мэйвезер и Конор, это просто шоу. Это разные вещи. Я не особо слежу за ММА для того, чтобы знать, кто есть кто. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok